С момента объединения Нефтекамска и Агидельской больниц прошло два месяца. Ещё задолго до этого шла речь о том, что главная цель оптимизации учреждений здравоохранения – возможность своевременно получать с гражданами медицинскую помощь. Так ли это на самом деле и какие изменения увидели агидельцы с 1 января, мы спросили самих горожан. Мы, пенсионеры, никому не нужны. Что тут было, что там было, никому не нужны, никто не лечит нас. Сейчас у меня сын с глазом, и приёма нету здесь. Сейчас куда, в Нефтекамск или что? К сожалению, я ещё не ходил в больницу ни разу за этот период. А вы вообще считаете, нужно, не нужно, необходимо было? Нет, думаю, что лучше поставили, если честно, потому что народ всё равно ходит в больницу, а сейчас придётся ездить постоянно, в этом будет своя сложность. Сейчас она платно ходит, потому что в эти уже там ничего нет нормального. Мы в Нефтекамске ездим. Мы всё это в Нефтекамске ездим. Специалистов нет уже. Там они всё, что назначают, а потом в Нефтекамске всё это опровергают. Это такой большой город, как как-то. Большой город и туда, и там народу много, и отсюда тоже ездят. У кого транспорт есть, это хорошо. А если транспорта нету, у кого? Тоже ведь надо думать. С автобусом надо туда ехать, очередь надо стоять. Ещё латное примут. А если в больницу ложиться? У нас хорошая больница была, а сейчас в Нефтекамск надо ехать по поводу всего. Тяжело, конечно. Своё надо обязательно ездить туда. Тяжело очень даже. Да не только тяжело, даже уже и не поедешь, захочешь, заболеешь, не поедешь. Ну, как мне, если у тебя температура 40, айма возьми до Нефтекамска, езжай. Там ещё сиди. Вот у кого квартира есть, а у кого нету, что делать? Туалет даже не сходишь. Отдельно стоит отметить, что медицинские осмотры в Игиделе не проводят. Для этого квалификация гидельских врачей недостаточно. Кроме того, сама больница должна быть сертифицирована, чтобы предоставлять платные услуги. По этой причине и анализы придётся сдавать в Нефтекамске, а именно в хозрасчётной поликлинике. Кроме того, больше не будет разделения скорой медицинской помощи по территории. Та бригада скорой медицинской помощи, которая может максимально быстро приехать к больному и оказать ему медицинскую помощь, эта бригада туда и отправляется не с вечером. То, что касается встречи в тех пунктах, которые мы определяем для своевременной разгрузки этих машин и отправки президента уже в Нефтекамск, это касается пациентов, которые в состоянии позволяют. Те пациенты, которые нуждаются в экстренной дистанцизации, ни о какой пересадке в любую машину речи не стоит. Они прямым путём доставляются в приёмный покой Нефтекамской больницы для получения экстренной медицинской помощи. По словам руководства Нефтекамской больницы, лечебное учреждение в Игиделе имеет большое значение. Изменения будут происходить и в дальнейшем. Во многом это должно принести пользу и агидельским врачам. Люди работают, люди работают хорошо, и качество их работы определяет, что без работы, без каких-то повышений квалификации, уровней профессионализма они не останутся. Делается всё возможное, чтобы загрузить площади бывшей городской, теперь уже поликлиники номер 6 для улучшения работы агидельских врачей. Речь идёт о койках реабилитации, палиативном отделении и амбулаторно-поликлиническом звене. Сюда будут привозить больных из близлежащих территорий. Тогда планируется, что агидельская больница сможет реализовывать свои возможности в полном объёме.